Так, друзья, ну что, колесо шипит, спускает, ну думаю, доедем как-то потихоньку, или наоборот, побыстрее. Патрубок треснул, подрезали на крыше. Сейчас будем стартовать. Ну, как нули, красиво. Машина нормально едет, в общем. Подписывайтесь, смотрите. Домой остался. Вот наша дырка. Наша дырка. Спускает сильно, да. Будем ехать. Короче. Блин, Макс, знаешь, что надо долить антифриза, может, на всякий случай. Так, все, друзья. Будем пробовать быстро долететь, пока колесо подкачаемся по дороге. Просто рубилово. Какое-то 10 часов непрерывного оффроуда. И еще нам надо выехать на свет, боже. Ну, тут не сложно, но... Кардан не очень хороший. Слышите звуки такие неприятные. Патрульчик впереди. Запаска у него есть. Она подходит. Мы уже отсюда возвращались. Раз на Патрулевской, раз на Тойотовской. Так что... Что-то тут у кого-то еще проблемы. А, Жека же еще у нас сел. Генератор не дает зарядку, а аккумулятор сел. Так что сейчас еще надо не вытянуть на веревочке. Что-что? Ремня генератора нет. Блин, у меня тут нет ничего. В Запорожце там ремней 20, блин. И то, в котором... Которые коллекционные, желтые. Так, а остается вопрос. Типа, у меня все время эта лампочка горела. Я что-то думал, что просто залила генератор. Да, да, ремня нету. А оказывается, что у меня было ремня. А кто там остался в лагере? Ну, давай цепляемся где-то до заправки, может, купим. Как я не кипел все это время, мне? А потому что короткие. Завелся, заглушил, завелся, заглушил. Да. Так, у меня еще сцепление хреновое. Да, да, ведет. Рабочий, видно, подустал. Судя по всему, выжим нестабильный, короче. То есть, то нету. Так, ремня нету на веревочку. Все. А есть веревка? Да, у меня ж... Ну, там перецепим лучше дальше. У меня сцепления нету. И патрубок я подрезал, но непонятно. И колесо спускает. На столичке где-то перецепим, Женя. Подсохло за недельку. Буду пробовать проехать тут. Нет, километров 25, наверное, 30. Или ждать их уже на дороге. Так, друзья, столичное шоссе. То ли кардан. Эти звуки начались после замены кардана сегодняшнего. Ну, там крестовина забита косо-криво. Возможно, все-таки из-за этого. То ли раздатка, непонятно. Колесо спускает. Что еще из-под гель? Ну, все. Температура в норме. Патрубок не течет. Ох, какие ямы шикарные вообще. Просто глубокие-глубокие. Такие широкие-широкие. На правительственной. Сейчас еще будем Ниву тянуть на буксире домой. Где ремень генератора потерялся. В болоте где-то. Запасного нет. Но все равно по дороге. Главное, чтобы трансмиссия выдержала. Ну, еще есть передний привод, в принципе. Но катнули четко. Время приближается к 12. Что там у нас? Последнее время жестко так. Прохладно все равно. Ночью. Днем было более-менее. Но мы уверенно приближаемся к тому. Трансмиссия и колесо основные проблемы. Так, друзья. Теперь еще ЖЭКа на буксире. Сейчас я включу. Сцепление. А, сцепление еще плохо работает. Надо заглушить, включить. Но оно как-то через раз. Теперь еще ЖЭКа на буксире. На трансмиссию нагрузка возрастает. Я думаю, доедем потихоньку. Все-таки, наверное, карданы. Это там он подклинивает, может. Не знаю, доедем или нет. Ну, мегауаз крепкий, конечно. Карданы слабые только. Нормально. Трансмиссия все работает в плане мосты. Ну, и с утра было все хорошо. Это после замены кардана. Все началось. А у него инжекторная Нива. И без ремня. Бензонасос быстро высадил. Ну, еще свет. Быстро высадил аккумулятор. Запасного у нас нет с собой. Кстати, мог взять. С патруля один снять можно было. У Влада. Или от дома доехать. Ну, ладно, уже тащился. Хочу вам эти... Показать, откуда звуки исходят. Ну, где-то отсюда. Вот там они. В районе второй раздатки. Кардан прикручивается. О, пропали. Без горы нагрузки нету, наверное. Ну, тут у нас так немножко грязно. Давайте пока обзор. Вот такие стекла. Короче. Сейчас я в первый ряд перееду. Ну да, под нагрузкой. Может что-то с раздаткой. Ну, как-то совпадение, я не думаю. Вот, Нива. Нам еще километров. Ну, 10 точно ехать. Может, чуть больше. Трумзоны осваивают. Смотрите, какие центры продаж. Недвижимости. Такой глушняк раньше вообще. Да и сейчас еще. Ну, земли все меньше и меньше в Киеве. А строить это надо. Так, ну вот мы уже до Южного моста доползли. Сейчас наш следующий мост. Там уже недалеко. Хотя, может, звук какой-то впереди. Может, со сцеплением. Непонятно. Ну, появился он после замены кардана. Думаю, все-таки. Вибрация сразу появилась сейчас. Исчезла, разбила. Видно там уже все. Непонятно, короче. Уже разберемся. Вот, днем на базе. Ну, катнули ярко. Шашега так порадовала вообще. Заходите, смотрите. Там нескучный оффроуд. Все крайние ролики посмотрите. Так, вот он наш мост. Сейчас на левый берег уходим. Жека тут на веревочке. Да, вот так просто нет ремня и что. И куда ты доедешь? Да никуда. Да, лучшее сочетание, конечно, патрулевские мосты и тойотовский мотор. Да, вот тот, что у меня мотор, два ЛТ, не самый мощный, но самый надежный, наверное. Да и трансмиссия, будь здоровой, коробка и раздатка. Десять лет, одиннадцать я лет издеваюсь над ними. Ни разу не чинил путь-путь-путь, но уже там, конечно, есть вопросы, я думаю. Может, в раздатке подшипники еще тоже развалились. Водичка попала туда давно уже, сальник там не держал. После этого мы залили, конечно, масло, но оно все там уставшее. Смотрите, какой красивый пиен. Там мост, тут мост, там мост. Ну и дальше еще есть мосты. Но потом она светится с той стороны. Страна, живи, не хочу. Одна проблема, я думаю, вы знаете, какая. Прекрасные люди, недалеко от которых мы сегодня катались. Точнее, в непосредственной близости, правильно сказать. Латают тут мост, он разваливается, его опять латают. Товарищ поставлял материалы на этот мост. Говорит, они его пока строили, столько купили, что-то там шло не по техпроцессу. Заливали, добавляли. Не знаю, с этим связаны эти ямы. Ну, короче, но пока стоит, не падает, слава богу. Ямы можно объехать. Березники. Дальше Русановка, он вдалеке светится. Левобережная. Турист, наверное, светится, да. Все, мы практически на левом. Жека на месте. Где тут наша яма любимая? Сейчас проконтролируем. После моих роликов, ну, наверное, совпадение вряд ли я тут при чем. Ну, звонил, конечно, я говорил. Контролируют. Да, заляпали. Контролируют четко этот участок дороги. Спасибо, коммунальщики. Тут, видите, залатали все. Молодцы. Ну что, километров 7-8 осталось. Снизил скорость. Температура приподнялась. Сейчас чуть собьем. Печку включил. 23-53. В общем, колесо подспущено. Нива тоже сопротивление дополнительное. Сейчас так накатиком температура упадет. На малых легче. Без нагрузки особой. Когда накатом подкатывался к светофору, трансмиссия... О, вы слышите? Уже такие звуки издает. Наверное, все-таки раздатка развалилась. Слышите, это жесть. Потихоньку ползем, что у нас тут с температурой. Видите, немножко падает немножко. Да, упало где-то на 90, наверное. Так, более правильно где-то, в районе там 80-85. Дополнительное сопротивление. Моя трансмиссия скрипящая, я думаю, дает. Еще плюс ко всему. Все уже фактически родина. Дарницкий вокзал проезжаем. Скрипит, пыхтит, но едет. Все нормально. Жека где? На месте. Вытру пока зеркало. Есть время. О, видно хорошо его. Что вам сказать? Хлебзавод, Волгодонская, финишная прямая. Я думаю, что уже точно доедем. Особо сомнений не было. Думаю, что-то могло отпасть. По ощущениям, должны доехать. Блин, включаем первую. Через заглушенный двигатель. Плоховато. Сцепление что-то немножко тоже беспокоит. Тоже недалеко. Так, здесь правильно сказать. Режь влево. Мы сейчас резанем. Отходом. Чтоб трос не провисал. Такое освещение у нас тут, Дарница, хорошее. Все хорошо. Так, что до Жекиной базы уже близко совсем. Долгий день опять. Ну, покороче, чем в прошлый раз. В это время мы только КРАЗ достали неделю назад. А тут уже на базе. Переезд открыт. Главное, чтобы никакая херня не летела. 120 км в час, но обычно закрывают. Все нормально. Так, друзья, в жопу мира мы заехали. Друзья, тут новая база. Просто, черти где. Вот, за рельсами ДВРЗ с той стороны светится. А мы с этой стороны. Так, где-то тут заезд. Вот, вот этот поворот. Вот база, вот за забором базы. А, вот это поворот, где ты светишь? А вот туда я свечу. Все. Ну, не знаю, может, до ПКМ ее? Да не, поехали. Ты там просто не развернешься, когда там-то придется сдавать. Ну, давай, разберемся, короче. Аккумулятор четкий. Покупатель говорит, плохой аккумулятор. Я ему дал подменный. А он с концами. А я на нем езжу, наверное, уже сколько, полгода. Не садится никогда вообще. То есть, просто четкий. Такие люди у нас, конечно, тяжелые. Слушать ничего не хотят. Если что-то село, говорю, телефон сел. Ну, зарядите его. Жека мне светит. Смотрите, освещение. Фонарь четкий. Говорит, база, ты не развернешься тут. Разберемся сейчас. База прямо, наверное. Так, ну все, приехали. Сюржека на базе. И мы летим ставить мега УАЗ. И ехать вам показывать весь этот экшен. Который продолжается. Вот уже 12 часов. Безостановочного движа. Мы хуже отстанавливались. Слышите, что за звуки. Там аж машина останавливается. Наверное, что-то Жека сигналит. А, двери сзади открылись. Вроде закрылись. Сами. Закрылись. После, что-то мы там рихтовали. У суровых. После рихтовки двери туго закрываются. Трансмиссия аж сопротивление такое дает. Наверное, все-таки в раздатке подшипник развалился. Наверное, на выходе там сальник тек. Скорее всего.